Меня зовут Смодуров Юрий Вадимович, я вот приехал сегодня из Москвы специально на эту конференцию. Я член Крадиционной группы по подготовке Съезда демократических сил. Этот съезд назначен в Москве на 13 декабря. В состав Крадиционной группы этого съезда входит человек 12-15. Я чувствую, что, наверное, просто надо рассказать, что мы делаем, потому что, видимо, звали вас немножко на другое, может быть. И тогда я начну, ну, просто с самого начала. Значит, 4 апреля в Санкт-Петербурге была конференция, которую организовали Гарри Каспаров, Борис Немцов, Максим Резник, Лев Пономарев, председатель общероссийского движения забрабаченного века, ну, Каспарова, Немцова я и называю. На этой конференции присутствовало около 300 человек. И была принята декларация о подготовке и о создании координационной группы по подготовке Съезда демократических сил. То есть все участники вот этой конференции в Петербурге подписали эту декларацию, ну, с определенными принципами. Я полагаю, что эта декларация будет вам роздана оргкомитетом под нашей сегодняшней конференцией, вот, в раздаточных материалах. Она опубликована на сайте «Демократ.Инфо». Вот эта группа координационная, которая была создана в Петербурге, в нее входит, как я говорю, Гарри Каспаров, председатель объединенного гражданского фронта, Никита Белых, вот, бывшийся председатель СПС, но сейчас, вот, на данный момент, я не знаю, по-прежнему он входит или нет. Кажется, входит. Андрей Ларионов, бывший советник президента, Борис Немцов, независимый политик, Владимир Белов, независимый политик, Александр Рыблин, редактор ежедневного журнала, Илья Яшин, председатель, руководитель, вот, молодежного отделения «Яблоко», Олег Козловский, вот, ну, председатель, руководитель движения «Оборона», Иван Старьков, он член РНДС и, вот, бывший замминистра сельского хозяйства. Вот, Владимир Белов, он тоже был замминистр энергетики в правительстве, когда был вице-премьер, был Немцов. Вот, Лев, Лев Армарёв, я уже называл, он руководитель общероссийского движения «За крова человека». Может быть, я кого-то не назвал. Да, Ольга Кузнецова, она руководитель Санкт-Петербургского отделения, вот, ОГР. Я Юрий Самодуров, ну, просто, ну, сейчас я, вот, сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса, один из пяти сопредседателей, моя общественная должность, а по работе я, вот, предыдущие восемнадцать лет, я был исполнителем директора фронта Андрея Санкова, и в девятнадцать лет был директором музея общественного центра Андрея Санкова, вот, сейчас ушел оттуда по собственному желанию. Вот такой состав групп комитета. Вы видите, что люди очень разные. И, тем не менее, вот эти очень разные люди собрались вместе просто потому, что, ну, считают, что, вот, ну, скажем так, вот, вот, та политическая ситуация, которая сейчас в стране существует, ну, та система политическая, которая существует, ну, вот, нас всех не устраивает. теми и, ну, стой, или, так сказать, иной стороны. Вот, и нам хочется что-то. Ну, в общем-то, мы хотим ее изменить, если по-простому. И, вот, довольно, может быть, такое, ну, нахальное, что ли сказать, вот заявление, что мы хотим ее изменить, но мы действительно хотим ее изменить. И я думаю, что, вот, такое желание, ну, каким-то образом ее изменить, оно, ну, на самом деле, так сказать, в стране достаточно широко как-то распространено, может быть, оно не особенно высказывается вслух, но, в общем, оно существует. Потому что много вранья, много просто, ну, уже того, что очень, ну, очень стыдно жить, как-то сказать. Вот стыдно жить в такой ситуации, и хочется эту ситуацию как-то изменить. И мы начали вот свою работу, мы вместе уже работаем вот с апреля, регулярно собираемся на заседаниях, и стали проводить вот такие региональные конференции, на которых создаются отделения вот будущего объединенного демократического движения. Такие конференции уже прошли, ну, к настоящему моменту, я думаю, городов 20-25. Вот сам, каждый из чиновников комитета на такие конференции есть. И выступает, отвечает на вопросы, участвует, ну, по идее, два раза, вот одна встреча с оргкомитетом, и другая встреча уже на конференции. Вот здесь я, в Петрозаводске, первый раз. Я не встречался с оргкомитетом вот этой конференции, и я думаю, что вот Виктор Анатольевич, конечно, должен сказать, кто является, кто является членом, так сказать, оргкомитета данной конференции, и кто эту конференцию собирает. Потому что, вы об этом скажете, да? Вот, в разных городах, в принципе, вот организаторами таких конференций являются, вот, собственно говоря, представители тех основных организаций, которые, ну, вот, я, скажем так, называл. Это объединенный Гражданский фронт, движение за права человека. В некоторых регионах такие конференции были организованы союзом, ну, организаторами, в ответственном организаторе выступали члены союза правых сил, официально. В некоторых регионах, ну, по-моему, только в одном. Вот, официально выступала Яблоко. Потому что, вы знаете, что официальная позиция Яблоко, ну, вот, она не поддерживает, ну, вот, так сказать, регион, федеральный совет Яблоко, не поддерживается, ну, не участвует пока в составе этого движения. То же самое официальная позиция Российского народного демократического союза, ну, я имею в виду руководителя, вот, Михаил Михайлович Касьянов, он тоже, так сказать, официально не поддерживает и не участвует в этом пока. Но во многих регионах как раз активисты, ну, члены, так сказать, Российского народного демократического союза в таких конференциях участвуют и, в общем, и даже в некоторых их организуют. Поэтому вот наша конференция опирается, как бы, на актив, ну, вот, на четыре источника. Это объединенный гражданский фронт, какие-то члены СПС, так сказать, более малочисленные, так сказать, но тоже присутствуют члены Яблоко и достаточно широко представлены члены РНДС и просто активисты разных общественных организаций. Там где-то это солдатские матери, где-то это, вот, активисты движения «За кровать человека», ну, вот, еще какие-то есть организации, вот, я имею в виду местные, правозащитные. Вот такая структура. На каждой такой конференции, я говорю, вот, цель ее, в принципе, это создание, вот, в регионе, ну, такого отделения, вот, движения в солидарность и обсуждения, вот, задач, как регионального характера, вот, звучание, о котором сказал Гитрий Анатольевич, и знакомство, вот, вот, с программой, с проектом программы, вот, то, которое у нас, в основном, для будущего движения и с проектом, ну, принципов обсуждения каких-то вопросов из этой программы и обсуждения принципов, принципов деятельности движения. Вот, эта программа была подготовлена и разработана, в основном, ну, ее, скажем так, как, вот, основной актр, это, вот, Володя Милов. Я был член эвакуационной комиссии, но, вот, честно говоря, мест туда очень мало, как и другие члены эвакуационной комиссии. Кроме того, вот, вот, эта программа, в принципе, она вот так опубликована уже довольно давно, вот, на сайте «Демократ.Инфо», доступна для обсуждения, и, кроме кого, вот, вот, в коррекционной группе подготовлено проект принципов, ну, вот, что делать и как реализовывать. Ну, мы его назвали «Дорожные карты». Вот эта «Дорожная карта» тоже должна была быть размножена, вот, вот, оргкомитетом, вот, нашей конференции, тоже должна была быть, ну, всем ровным. К сожалению, этого тоже не произошло. Но, тем не менее, вот, поскольку я приехал на, скажем так, на учредительную конференцию региональную корейскую, вот, движение «Свыгарность», то, я так понимаю, что очень может быть, что, вот, сегодня этого здесь и не произойдет, потому что, я так понимаю, звали вас для другого, вы к этому не готовы, и, ну, что делать? Тем не менее, я считаю свой поезд, свой приезд вполне, так сказать, полезным, мне интересно с вами встретиться, ну, и я скажу, вот, просто о нескольких вещах. И по поводу того, так сказать, ну, вот, как я лично, так сказать, понимаю, для чего это движение, каковы его цели, ну, и несколько вещей уже такого, так сказать, нового плана. Хотя, может быть, действительно в этой аудитории, вот, выбирать, как бы сказать, делегатов на съезд в Москву, может быть, это и не совсем уместно, поскольку, ну, делегаты выбираются от участников движения. Я чувствую, что вам надо еще какое-то время, чтобы понять, хотите вы в этом движении участвовать, не хотите там, и так далее. То есть, только комитет должен провести в Харилии какую-то, ну, большую работу, чем он провел. Теперь, что такое, вот, это движение солидарности? Вот я, поскольку я упомянул, что я был, вот, 12 лет директором музея, то я говорю, скажем так, вот с точки, я не политик, я вот был, ну, если так вот грубо, так сказать, совсем, то я был инициатором, вот, создания общественного мемориала, вот, которая сейчас очень известна, всероссийская, был автором, вот, так сказать, 12-ти проектной программы, потом, ну, входил вот число его организаторов и таких идиологов, потом я подошел и был, вот, организатором музея Центрянина Администасского и Фонда Славского, 18 лет работал там. То есть я, в принципе, я все-таки чувствую, что я работаю в сфере контура. Вот с этой точки зрения я и буду говорить, как я понимаю, что это такое движение солидарности. Вот я думаю, что здесь в зале, хотя вот уже, так, народ там немножко разошелся, но есть вот люди разных профессий, и, вот, мне кажется, движение солидарность, оно должно соединять людей, которые, ну, как-то готовы и хотят защищать и реализовывать, вот, в своей деятельности гражданские, гражданскую, политическую, так сказать, экономическую свободу, духовную свободу, религиозную свободу, вот, всеми, так сказать, ну, доступными и существующими в культуре средствами, вот, на всех языках культуры. То есть это и язык права, и язык литературы, и язык философии, и язык изобразительного искусства, язык политики, язык каких-то гражданских акций, ну, в общем, вот, все, что имеет, язык образования, естественно, язык науки, в общем, все, что имеет отношение к культуре, оно, либо, сказать, вот, служит одному, либо другому. Вот я считаю, что культура может служить и должна служить, прежде всего, вот, реализацией вот всех наших, вот, необходимых нам, я говорю, гражданских, политических, экономических, религиозных, духовных свобод и наших прав. Вот это мой, так сказать, первый тезис. То есть движение, вот, это движение, оно может, так сказать, вот, в принципе, объединять людей, которые очень разных профессий, разных, ну, взглядов и так далее, но все, для которых, вот, в этом смысле культура, как бы, эти свободы не впустую звать. Это мой первый тезис. Мой второй тезис. Что касается политических целей движения. Безусловно, у движения есть одна из его политических целей, это, ну, изменение, как бы сказать, существующего политического, ну, политического режима, скажем так. Режим, просто сокращенное слово, это без всякой негативной, так сказать, вот, без каких-то ассоциаций, к примеру, просто, просто как тель. То есть нынешний режим, это режим, который основан, ну, на безальтернативности. Вот, в сфере политики конкуренция практически исключена. Ну, не будут, исключены выборы, исключена, так сказать, ну, настоящий, так сказать, плюрализм в политической, в политической борьбе, исключены, так сказать, свободы, не существует независимого суда. Ну, вы сами знаете, так сказать, что, так сказать, только в тех случаях, когда это какие-то решения очень нет, и суд поступает независимо. А если это чуть-чуть как-то касается кого-то, то уже суд руководствуется незаконным, а какими-то, так сказать, политическими соображениями. В общем, это система, в которой жить, ну, как-то, вот чувствуешь себя неудобно, если ты, ну, в общем, неудобно себя чувствуешь, скажем так. Вот это первая цель. То есть первая цель – это действительно изменение политического режима. Но, безусловно, изменение средственной политики, мирными средствами, демократическими средствами, то есть принуждение власти. Вот сейчас появилось такое новое слово, к сожалению, которое появилось после вот войны с Грузией, которую якобы вот принуждали к миру. Так вот, принуждение к власти к тому, чтобы в стране появились выборы, появился независимый суд, появилась независимая пресса, там, и много вот связанных с этим вещей, которые из этого вытекают. Вот это первая политическая цель – принуждение к власти. Принуждение власти вот к этому. Но для этого, конечно, движение должно быть сильным. Это миллионы людей. А потому что если этого миллионам не нужно, и миллионы, как-то сказать, вместе в этом плане не действуют, то власть чувствует себя достаточно спокойно и будет игнорировать. Значит, это первое. Второе, вторая политическая цель, мне кажется, она, да, и для того, чтобы эту цель реализовать, конечно, в конце концов, и в программе об этом говорится, в конце концов, вот организаторы движения, особенно политики Милов, Яшин, Милцов, Распаров, Рыблин, конечно, они считают, что через какое-то время, может быть, там, через три года, через четыре, через пять, то на базе участников движения должна быть сформирована политическая партия. Вот сейчас, я подчеркиваю, формируется движение, то есть это движение без регистрации политического лица. Потому что, ну, никто из нас не рассчитывает, что нас могут зарегистрировать, вот, да, там, Миньюз нас не зарегистрировали, и потом закон этого не требует. Закон допускает существование общественного движения, вот, в котором есть участники, не члены, а участники, и которые могут легально и законно действовать без регистрации политического лица. Но в будущем, конечно, для всех, вот, инициаторов этого движения стоит вопрос о формировании на его базе, вот, партии. При этом, как я полагаю, у нас, наверное, на этот счет были большие споры, но, кажется, эта точка зрения, вот, сейчас разделяется, более-менее, всеми членами Комиссионного Совета, что с появлением партии движение не должно исчезнуть. Движение, ну, просто потому что, и при движениях, это могут быть миллионы людей, а партия, это порядок меньше всегда. Потом партия, это всегда задача, грубо говоря, взять власть и осуществлять власть. А вот у движения, мне кажется, задачи могут быть более широкие. И здесь я уже говорю, ну, вот, большей частью, так сказать, от себя и несу ответственность, вот, за это я сам. И, наверное, может быть, не все члены Комиссионной Группы разделяют, вот, мои взгляды на дальнейшее. Мне кажется, что, вот, помимо принуждения к власти, принуждения, так сказать, вот, власти к изменению режима, у движения есть вторая задача. И это вторая задача, добиться того, добиваться, вернее, необходимо того, чтобы власть работала эффективно. Вот, повышение эффективности работы власти, любой власти, нынешней, существующей. Вот, я знаю, что в числе организаторов сегодняшней конференции, вот, сейчас их не в зале, но я, когда сюда приходил, я вот с ним познакомился. Вот, Бороданов Павел Юрьевич, председатель, вот, Карельского отделения Российского народно-демократического союза. И, естественно, я спросил, а как вот вам зал, свободно дали здесь? Он говорит, да, нормально, свободно, потому что, ну, мы разговариваем с властью, как так сказать, мы оппозиция, но мы с властью разговариваем. Мы пытаемся добиться, вот, как я понимаю, на какой-то более эффективной работы уже действующей власти. И мне кажется, это правильная позиция. Вот, мне лично кажется, эта позиция правильная. Потому что просто говорить, что мы придем к власти и будет все хорошо, ну, так сказать, как-то немножко легкомысленно, как мне кажется, немножко легковесно. Это не то что легкомысленно, а легковесно. А почему, собственно говоря, будет оно все хорошо? Просто потому что новые люди вряд ли хорошо будет тогда, когда мы будем вот себе сами представлять, как организовать эффективную работу власти. И вот, кстати говоря, здесь уже совсем, вот, может быть, кромольные вещи, с точки зрения нашей коммунционной группы, вот, мне недавно попалось на сайте, я специально, так сказать, это разыскал, вот, в прошлом году, в прошлом году был подписан указ о критериях оценки деятельности органов региональной власти. Там вот 27 пунктов, по-моему. Вот, более или менее, как мне кажется, разумные критерии. Мне кажется, они недостаточны. В этих критериях, например, совершенно нету таких вопросов, как участие граждан, представителей общественных организаций, например, в управлении. То есть там такого вопроса нету. А вот нынешнее, современное власти, оно может работать эффективно и нормально, когда участие в управлении является, вот, граждан, представителей гражданской организаций, является, как бы, нормальным повседневным элементом практики, вот, практикой деятельности власти. Из губернаторов надо за это спрашивать. Вот Путин это, как бы, не видит и спрашивать это с губернаторов не хочет. Или, например, там нету совершенно в этих критериях оценки деятельности органов региональной власти такого вопроса, как, ну, вот, поддержка, ну, просто, так сказать, общественной организации. Существует ли общественная организация, как они поддерживаются? Это связано с участием в управлении, но не всегда. Не существует вопрос о независимости СМИ, как бы сказать, насколько СМИ независимы, насколько граждане считают их независимыми, насколько сами сотрудники, редакторы считают этих СМИ независимыми. Вот всех этих вопросов нету. Вот я хочу сказать, что возникает вот целое поле для деятельности участников движения. Использование своих профессиональных каких-то, ну, навыков, своих знаний и так далее. Это обсуждение и разработка критериев и методов оценки эффективности работы органов действующей власти. Сейчас, той, которая есть сейчас. В будущем, тех самых представителей движения «Солидарность», которые, как мы надеемся, завоюют в парламенте какое-то значительное число мест, и будут уже влиять политически на эту ситуацию. В общем, вот эти я назвал две политические цели движения. Первая – принуждение власти к демократическим реформам. И вторая, как мне кажется, важная политическая цель движения, именно как движения, это принуждение к власти и действующей, в том числе, к эффективной работе, любой власти, вот той, которая есть. Но мне кажется, есть еще цель, которая выходит и за рамки политической. Вот обратите внимание на название, которое пока еще не утверждено, но которое, вот как-то мы все с энтузиазмом приняли, движение «Солидарность». Вот у людей моего поколения, я 55 года рождения, я вижу в зале, есть люди такие же, есть и старшие, есть и младшие, вот слово «Солидарность» вызывает, ну, по крайней мере, два ряда ассоциаций. Это Польша. Движение «Солидарность» в Польше. Миллионы людей, которые смогли принудить Ярузельского сесть за круглый стол, конечно, не только они, а то, что еще Советский Союз уже, ну, так сказать, к тому времени начал рушиться, Ярузельский уже не мог рассчитывать на его помощь. Но, тем не менее, это было, вот, мирное политическое, как бы сказать, изменение режима и добилось его польское движение «Солидарность». И это хороший пример для нашей страны. Но у слова «Солидарность» есть, мне кажется, еще один, просто, вот, самый прямой, самый насущный прямой смысл. Это «Солидарность». Вот, человеческая, гражданская, профессиональная солидарность, которой, мне кажется, так не хватает сегодня в нашем обществе. Вот, чего сегодня в обществе не хватает? Многого. Но в числе того, что не хватает, вот, в атмосфере, в общественной, мне кажется, это недостаток, вот, солидарности и гуманизма. И вот, поскольку мы хотим называться движением «Солидарность», вот, мне кажется, это открывает перед нами всеми большие перспективы. Вот, буквально, большие перспективы. Ну, пример, допустим, «Солидарности», вот, я прошу прощения, он будет из моей другой, вот, как бы сказать, ну, такой, он тоже личный, но сегодня мне позвонили вот по телефону из Москвы журналистка Зоя Светова, и вот отсюда родился этот пример. Я являюсь членом жюри премии имени Андрея Сахарова за журналистику «Как поступок». Вот, кстати, журналист из Петрозаводска в этом году в этом конкурсе участвовал. Этот конкурс проводится уже восьмой год. Жюри очень авторитетные люди. Так, членом жюри была Тридковская, и она была лауреатом премии имени, вот, имени Сахара за журналистику «Как поступок», и Вера Горюшина, обозреватель нового газеты, в общем, председатель, это Алексей Симонов, фонд «Защит и гласность», в общем, это вот большое интересное жюри. И учредитель премии Питер Винс, у него такая, вот, на взгляд, да, Винс, какая-то запасная фамилия, но он из России, его отец был баптистский пастор, баптистский священник, которого, ну, он был, там, ну, у них нет епископов лица, как бы сказать, но он был такой, как бы, высокого ранга баптист. И его очень, их, эту семью очень сильно преследовали. Сам Питер Винс, когда он жил в России, он был самым молодым членом украинской хельсинской группы, его там ноги перед ним, вот, когда бы, там, в тюрьму его сражали, он там, как с пизной работал, и так далее, и так далее. А сейчас он гражданин США и бизнесмен в России. И вот часть средства своего бизнеса он направил на эту премию. И вот сейчас, ну, уже два года длятся попытки, мы, знаете, вот, как бы, ну, хорошая фирма, скажите, вот. В общем, громко говоря, ее закрыть, чтобы она не работала, его выкинуть из России. Вот в прошлом году нам это удалось отбить. Вот сейчас, вчера, снова был обыск в его офисе, а перед этим там был очень жесткий обыск, юристы там брали девушку за кору, поднимали на воздух, она там сознание потеряла. И я подумал, вот что такое солидарная журналистка? Это значит, что вот в премии, в конкурсе на премию участвуют, вот, в этом году, там, порядка 80 журналистов в 40 городов России. Вот если в каждом городе России об этой премии журналист напишет в своей газете, и напишет, что КГБ, наверняка за этим стоит КГБ, и органы налоговой инспекции, вот, просто так хотят задавить, как бы сказать, Винца, видимо, потому, что он именно учредитель этой премии, мне кажется, это может сыграть роль, может защитить человека. Если о каких-то проблемах в вашем городе, вот будут писать журналисты не только вашего города, а напишет об этих проблемах, вот, что-то, что важно, еще там журналисты из десятков городов, или юристы, или еще кто-то, или правозащитники об этом скажут, то вот это и есть та самая солидарность, которая изменит, может быть, изменит и должна издействовать атмосферу в стране. Вот это еще одна цель этого движения. Вот прямой смысл слова. Продолжение следует...